Привет, ребята! Продолжаем Марс проходить. Сейчас у нас тут все будет классно и по-человечески, и с человечками. 12 колонистов уже отправляются к нам, и, к моему большому сожалению, всех их не хватит для того, чтобы покрыть работу. То есть, я по-любому назначу сюда людей, или нет? Нет, наверное, я по-любому назначу людей на ферму, это как пить дать. Здесь работают 6 человек, и, конечно же, наверное, в научную лабораторию мне надо было бы назначить еще троих, но, по-моему, там у нас есть пара-тройка ученых, так что проблем быть не должно. А вот полимерный завод и завод машиностроительный, скорее всего, у нас будут немножечко простаивать. Следовательно, мы сегодня, пока они там летят, и когда они прилетят, будем пробовать строить еще один купол со всякими там зданиями. У меня только один вопрос к вам, к экспертам Марса, я думаю, что опыта побольше у некоторых ребят. Если я построю, например, ясли в другом смежном куполе, смогут ли они отсюда детишек отправлять туда и обратно? Вот у меня такой вопрос, потому что, ну, это очень было бы печально, если бы нужны были ясли именно здесь, потому что здесь у меня места маловато. Вот так вот. Напишите в комментариях, это будет интересно. Также, мой транспортер, как у вас там с золотом? Полностью загружена ракета, и это прекрасно. Что там, вы наковыряли сколько-нибудь? Ни хрена вы не наковыряли золото. Короче, я сейчас наковыряю здесь, ну, скажем, пятерку редких металлов, и мы их перевезем сюда, потому что, как вы знаете, для создания этих самых электросхем... О, они убрали, они убрали, да. Вот. Малый завод электроники жрет у нас золото для того, чтобы создавать электрические детали, электродетали. Как они называются правильно? Почему я их все время забываю? Электроника. Вот, электроника нужна. Электронику создают за счет золота. И она еще и стоит, нахрен, пять штук. А, ну она у меня вообще-то привезена, чем не парится-то. А есть ли смысл сейчас ее ставить, то у меня рабочих-то не хватит. Давайте пока не будем ее ставить. Да, с электроникой проблем нет, плюс мы еще там что-то везем. У нас девять электричества в плюсе, но это потому, что еще вот эти штуки спят, они отдыхают. Эти ребята отдают нам сорок вместе, все вместе. А купол жрет... Сколько ты жрешь энергии? Ты жрешь пятнадцать, семнадцать. Плюс еще, когда заработают здания, ты еще будешь кушать энергию. Или он считает все здания? Вроде он считает все здания. Запас воды сотка, это прекрасно. Расход четыре, производительность четыре. А, ну все, и он, короче, все сразу считает. Это прекрасно. Семнадцать энергии купол хочет. И у меня, в принципе, шестьдесят четыре в плюсе. Так что можно особо по энергии не париться. Единственное, только если будет недостаточно, я поставлю еще один накопитель, который сможет отдавать им еще плюс двадцать. И тогда они будут получать уже шестьдесят энергии. Что мне, в принципе, особо и не надо. Да. Вот, видите, они примерно одинаково прилетят. И как только они прилетят, мы запускаем сначала эту ракету, потом сажаем на ее место другую ракету. Или сажаем ее сюда. Давайте лучше сюда посадим. Здесь им ближе бежать до купола. Мало ли еще замерзнут или еще чего. Там буря какая-нибудь космическая их утащит вот в этот кратер. Что у вас тут, ребята? Бетончик. Куча бетончика, куча металла и немножечко воды. Обалденно. Вселенная от исследовательских вышек сто. Что, вы хотите сказать, что вам тут надо вышку построить? Я вообще без проблем. 79% этот не изучен. Давайте вот эти два изучим и потом вышку построим. Как раз вот прямо перед этими. Я даже сейчас ее закажу, чтобы потом не забыть. Вот где-то здесь. А что, можно ее и сейчас построить, кстати. Да, все равно делать-то нечего. Значит, дружище, иди сюда. Бери железо. Бери железо. Одну штучку. Потом возьмешь электроник и пойдем строить. Давай. Взял. Теперь электронику бери. А ты иди сюда. Ползи. О, черт. Две взял. Так. Не, не загрузить. Давай-ка ты выгрузишь. Выгрузить ресурсы. Вот сюда электроникой. Давай. Все, отлично. Поехали. Поехали путешествовать. Вот сюда ты едешь. И сюда загружаешь сразу все. И ты неисправен? А что с вами случилось? Ребята, на тебя что, метеорит упал? Черт подери. Требуется ремонт. Ребята, а вы что его не чините, а? Вы что, автоматически-то не знаете, что у вас координатор сдох? Гляньте-ка, чинит. Вот тупые. Ну-ка, быстро помогай ему. Вот это номер. Ты что, метеорит что ли на него упал? Чего он сдох-то? Это интересно. О, нифига себе, мы нашли воды. Посмотрите, 6 тысяч, офигеть. Ладно, хорошо, спасибо большое. Ребят, почините, пожалуйста, вашу повозку. Это трэш. Это просто нахрен трэш. Давай, давай. О, смотрите, просто нулевый стал. Класс. Давай, дружище. Тебе сюда. Так, ну что, все, ракета готова. Модуль мы сажаем. Вот куда-то сюда. Нет, не сюда. Вот сюда, наверное, мы его сажаем, чтобы никакие постройки не задолбил. Вот где-то здесь он свалится, да. И также мы маяк первый сажаем сюда, а эту ракету отпускаем. Покусечки. Вот такие вот у нас великие посадки происходят. Модуль идет. Жалко он одноразовый, да? Можно было бы его подчинить и на нем летать по Марсу. Было бы прикольно. Привезли ресурсы. Ракета пошла. Счастливо. Привези нам что-нибудь, какие-нибудь гостиницы. Скоро Новый год, так что давай. И садится уже пассажирская. Вот такие телодвижения мне нравятся. Давай. Открывай свой шлюз. Сейчас людишки пойдут жить. Новое начало. Ура, мы, короче, высадились. Ура. Вот так вот. Этап основания. Так, это интересно. После того, как основатели прибудут на планету, за колонией будут вести наблюдение в течение определенного числа местных дней. Пока колония не заслужит положительную оценку, новые колонисты прибывать не будут. Положительная оценка ставится за выживание основателей в течение заданного числа дней, либо в случае рождения первого ребенка на планете. Так как количество основателей ограничено вместимостью ракеты, лучше подобрать их вручную в разделе обзор. Спасибо, что написали об этом после того, как мы сели на Марс. Да, большое. Дроны, подключайтесь. Золото выгрузить не будете. Людишки, вы пошли. А вот мои людишки, ребята, смотрите. Уверенными прыжками прыгают. Отчего у вас домик-то горит? У вас должен быть домик. Обалденно. Прилетели. Дроны подключились. 18 дронов. Все дроны подключились. Только до свалки теперь не достаём. Ну ладно, это не беда. Давайте, ребята. Вы же добежите, да? Вы же не сдохните? Скажите, что нет. Без профессии, без дома. Не работает. Отличные ребята. А дроны ломанулись к ракете, типа, привет, привет, наше божество. Дай быстро еды. Она же там еды нам привезла, 12 штук. Вы бы лучше, господа, вот это вот растащили. И, наверное, мы первый шаг тоже разберём, там хоть железо будет или ещё чего. Так, кафе. Кафе требует еды. Ну, еды, понятное дело, нет, потому что она скоро прибудет. Всё, колонисты приехали. Колонисты в моём здании. Вон они уже там ходят. Итак, что мы делаем? Мы, во-первых... А вторую смену, наверное, открывать нет смысла. Вот 16 и 7, а максимум 17. Может, ещё одного? Что-то никто не хочет там работать. В завод тоже пошли, что ли? Ребята, ну вы чё? Я, конечно, хвалю вас. Вот прям серьёзно. Требуется энергии 50, серьёзно? Воу. Нехило, нехило. Хорошо, ладно. Давайте-ка пока тебя выключим. Пока тебя выключим. Полимерный завод тоже выключен. Давайте-ка, ребята, расплодитесь здесь внутри купола. Там уж посмотрим. Научная лаборатория уже три сотрудника имеет. И обслуживание требует электронику. Мне интересно, сколько она даст нам науке. Очков науке засол пока вот как бы нет. Но, видимо, они ещё особо не поработали. Может, откроем вторую смену? Есть кто? Не, никто не хочет во вторую смену работать. Ну окей. В Космобаре в две смены работают уже. Можно третью открыть, чтобы, так сказать, круглосуточную работу обеспечить. Здесь у нас живёт 6 человек. Здесь у нас живёт 6 человек. Всё вроде неплохо. Заводы пока стоят, но это временное явление. Как у нас Космобар? У вас уже еда, по-моему, да? В кафе привезли. Да, уже 5 еды есть в запасе. Сейчас они сюда дотаскают и притащат с модуля, да? Который у нас прилетел. Вы же притащите. Да, они достают. Ой, ладно. Самая сложная и ответственная позади. Топливом заправка пошла. Мой транспортер сейчас очнётся. Но он, наверное, уже всё выгрузил. Там вышку даже построили, скорее всего. Так что этого парня тоже возвращаем. Транспортер. Берёшь, короче, всё топливо. И отвозишь вот сюда. Оно нам там нужно сейчас больше, чем здесь. И на следующей ракете у нас прилетят либо ещё 12 колонистов, либо генераторы стерлинга. Это точно. Ну, с богом, как говорится. 9 солов у нас есть, чтобы не сдохнуть. Ха-ха. А потом можно без проблем. Да. 50 энергий жрёт. Офигеть просто. 50. Представляете? 50. Чё у нас там по безработным? Так, вакансии 4. И всё. А сколько безработных? Она почему-то не пишет. Это очень плохо, кстати, как по мне. Потому что лучше бы она писала. Взрослые дети троллевали. Марсиане 0. Земляне 12. Вы мне лучше скажите, что у вас по безработным? Без профессии. Так, 4. Отключённые места работы 41. Вакансии. Вот, в поисках работы 0. То есть у нас, в принципе, все работают. Это всё хорошо. 4 вакансии ещё даже открыто. Здесь у нас пока уже четверо работают. Это хорошо. Можно даже вторую смену открыть. А, не только одну смену. Я понял. Я понял. Ну, делайте мне еду, пожалуйста. Еда мне очень нужна. И вашей кафешке она тоже нужна. И мы, в принципе, наверное, сейчас будем проектировать второй кубол. Надо думать, куда его поставить. Но мне, по всей видимости, точно потребуется соудронами. Причём где-то вот здесь. Чтобы охватить максимальное место. Ну, вот где-то тут я его и поставлю, кстати. Наверное, это лучшее место. Да. Давайте, ребята, строите. Стройте соудронами. Теперь мы ракеты можем уже куда угодно сажать и не париться. Фу. Всегда, когда прилетает первая ракета на Марс, это так волнительно, твою мать. Не хочется обосраться. Но, в общем, вроде бы всё пока идёт по плану. Общее настроение у нас так себе. Покупки видеоигры. Вот, кстати, магазина-то ведь у нас нет. У нас есть космобар и кафе. Да, наверное, эти... Они взаимодруг друга заменяющие же, да? Отдых, выпивка, общение. А здесь еда, общение, пища. А, ну, вообще-то правильно. В кафе они едят, в космобаре они тусят. Но им ещё хочется магазин. То есть, чтобы они какие-то покупки могли совершать. Ну-ка дайте посмотреть, что у нас тут есть. О, подождите. Мы аномалию нашли. Чё там? Давай, дружище, отправляйся. Золото, к сожалению, там не нашли. Но не вопрос. Ребята, вы там сколько уже наковыряли? Это 6 из 6. Всё, хорош? Хорош. Остановитесь. Ладненько. Чё я там хотел? Я хотел посмотреть, что у них там по развлечению есть. Школа, жилой комплекс. Окей. Квартиры. Есть ещё жилые блоки. Всего на 4 человечка. Кстати, тоже прикольная штука. Это такие, знаете, частный сектор, если можно так назвать, в куполе. Но окей. Меня интересует какой-нибудь типа вот гастроном. А есть просто магазин? Есть обычный гастроном. Есть малый гастроном. Расход одна пища. И в том, и в том работают по 3 человека. Один за смену. О, вообще такой маленький. Серьёзно. А обычный гастроном, он вот такой. Ну, смотрите. Мы можем сюда поставить гастроном. Сюда мы поставим больницу. Например, да? Она же есть у нас. Она у нас ещё пока отсутствует. Зато есть спортплощадка. Физкультура, общение. Комплекс казино. Ну уж нет, спасибо. Финансирование вкладчику. Мы получили миллиард. Это прекрасно. У нас теперь есть денежки. И мы, в принципе, на следующей ракете можем много чего нам привезти. Да можно даже и не на ракете, а на модуле. Да? Почему бы нет, кстати? Ребята там вовсю возят. Молодцы. Молодцы, как огурцы. Теперь нам надо помойку организовать, кстати. Да, у меня же с помойкой проблемы. Помойка, пожалуйста, будь здесь. Да, развлекайся. Вот до этих мы не достаем, к сожалению. Ну и ты, мой перевозящий друг, берёшь отсюда всё золото и перевозишь вот сюда. Проверим ещё раз, отключено. Да. Чтобы не утащили в ракету. А то я их знаю. Ты, кстати, по-моему, должен был сейчас топливо возить. Но ты, по-моему, его уже круто отвёз. Ты его вообще не отвёз. Чё-то ты меня разочаровываешь, друг. Тогда подождём. Берём топливо. Отвозим сюда. Давай. Так, у нас топливные комбинаты вышли из строя. Но они, в принципе, пока нам и не нужны. У нас с топливом проблем нет. Если надо будет, мы сюда координатора пришлём. Здесь всё отремонтируем. И запустим по новой весь этот цикл. Потому что выпариватели тоже находятся в плачевном состоянии. В общем, короче, здесь у нас всё плохо. Накопители тоже сдохли. Это нормально. Это абсолютно нормально. Высокая загруженность дронов. Ну, потому что они перевозом занимаются. Не переживайте. Не переживайте. Как у нас дела в куполе? Главное, чтобы у них был грёбаный комфорт. Вот это да. Вот сфера услуг покупки сейчас достроится. И, по идее, они будут уже чувствовать себя получше. Средний настрой всех жителей 59. Это прекрасно. Может, они расплодятся. Будет неплохо. Рождение детей включено. Дети не рождаются. Средний уровень комфорта. Фертильных пар слишком низкий. Каких, твою мать, пар? Ладно, я не хочу это знать. Это как-то пошло. Ребята, достройте, пожалуйста, магазин. Чё там тебе не так-то? Вон дроник вроде строил. Но чё-то у него батарейка отключилась. Сейчас мы ему тут ещё одну зарядную станцию ляпнем. Чтоб они хотя бы с куполом могли работать нормально. И, наверное, с куполом будут... А чего у тебя два дрона-то? А где ты ещё-то двух забыл? Слушай, дружок. Ты же их не забыл здесь, да? Где у меня вышка-то построилась? Вот она, вышка. И вон эти два придурка. Раз. А где второй? Ты сломался, что ли? Пыль. Скопившаяся пыль 100%. Он сломался. А где второй? Так, вот знаете, это, кстати, ещё один минус разработчикам. Потому что они... Нету иконки над ним. Что, типа, здесь дрон, и он сломался. Вот попробуйте, или найди дрон. Только ночью найдёшь. Короче, мы выезжаем на спасательную операцию. Этого дрона нужно спасать. Каждый дрон важен в нашей колонии. Нельзя никого оставлять. Это я вам точно говорю. А, да. Ну да, это я могу, конечно же. А чё бы нет-то? Вот на. Понял? Забыл энергию провести. Ну, это ничего, это не беда. Так, как у вас с едой? 14,8. Чё-то мало, кстати, господа. Чё-то мало. А можете потом соевые забубенить? А потом опять... О, а потом можно картошечку. И потом опять пошла... Не, потом можно пшеницу. Нет, тогда-то картошечку. Да, картошечка угандошит на 10% почву, правда. А потом будет пшеничка. Ммм, как интересно. Смотрите, можно сделать следующим образом. Мы сюда ставим картошечку, да, 55. А потом ставим соевые бобы, которые возвращают круто с земли. Ну, блин, это всё так интересно, твою мать. Нет, короче. Нет, мы соевые бобы вырастим обязательно, чтобы повысить плодородность почвы. Потому что сейчас у нас что-то как-то пища херово растёт. И это мне не нравится. Смотрим по расходу. Ноль воды. Два плюсом у нас кислород и 58 энергии. Обалденно. Всё пока работает. Всё пока работает как часы. Интересно, когда родится у нас первый колонист. Что у нас там происходит? Нет построек, видеоигры, покупки. Чё ты гонишь-то? Вот покупки. Гастроном. Внутри. А чё ты? Продукты свежи. И при каждом посещении тратится пища. Пища покупки. А что ты ещё хочешь, купол? Видеоигры. А здесь никто не работает просто. Вот в чём дело. Смена закрыта. Тогда они должны. Это очень странно, кстати. Потому что покупки есть. Она пишет, что нет построек в сфере покупки. Ну-ка дайте посмотреть, что у нас ещё есть. Гастроном мы построили. Есть всё остальное нам не надо. Нам нужен госпиталь по-любому, кстати. Госпиталь я хотел как раз сюда построить. Стройся. И всё, в общем-то. Магазин электроники перебьётесь. С видеоиграми тоже повременим. Итак, купол. Можно поставить микрокупол, как я и хотел, куда-то вот сюда. Тогда мы сможем добывать и железо, и золото. Ну, в общем, у нас всё будет неплохо. И мы спокойненько сделаем переход между ними. Сколько ты хочешь, кстати? 40 на 30. Он вообще даже не жрёт полимеры. Вот это купол по мне. Это мой любимый купол просто, ребята. Я вам точно говорю. А ферма влезет? Вроде ферма влезает. Ферма, отлично. Единственное, только нам нужно будет построить... Анализ аномалии завершён. Эффект вы получаете 40 миллионов долларов. Обалденно, спасибо. Анализ аномалии завершён. Дружище. Я просто очень рад. Мы не построили здесь нихрена. Это очень странно, кстати. Чувак, ты доехал? Давай быстрее, доезжай. Нам нужно починить этого чёртового дрона. Жалко, что они автоматически это не делают. Выгружайтесь, пацаны. Чини. Чините быстро своего собрата. Вот где ещё один вопрос? Может, он здесь, кстати, валяется? Да нет, его там тоже нет. Да, это печаль. Это печаль. Сейчас они его починят. И мы втроём, как три богатыря, отправимся на постройку маяка. Починился? Ну, молодец. Всё, теперь ты чего? Пункт управления маяк один. Ты куда поехал? Что-то с ним не то, по-моему. А, он на ракету поехал. Нет, дружище, ты вот сюда. Ты сюда теперь. Он решил, что ракета его папа, но нет. Переезжаем в эту область. Это нам неинтересно. Это нам тоже неинтересно. Где ещё аномалии? Аномалии пока больше нет. Сейчас нам надо построить эту штуку. Обязательно просто. На какой-то гадский дрон либо к ракете приписюнился, либо я не знаю даже, что с ним такое. Заправка есть, готов к полёту. Это обалденно. Он, кстати, топливо приехало. Всё вроде идёт по плану. Сейчас мы ещё госпиталь построим. Ещё будет всё хорошо. И вроде бы у них повышается немножечко. Вроде бы немножечко повышается. 59 пока средний настрой. Ну, короче, видимо, будет 60. Начнут плодиться. Чё у вас там по пшеничке? 13,5. Маловато будет. Маловато. У нас 12 человек. Каждый должен жрать. Ещё на кафе. Ещё на магазин. В общем, короче, вам походу потребуется ещё одна ферма здесь. Да, сюда можно, кстати, как раз будет расположить... Почему нет? В натуре. Сюда можно поставить ферму. Сюда можно поставить жилой блок. И сюда можно будет поставить... Не знаю ещё чего. Но можно. И ещё один, кстати, блок. Жилой. Чтобы работали на подземных редких металлах и на железе, например. Хотя мне нужны людишки ещё в полимерном заводе. В общем, короче, сейчас он построится. Будем смотреть. В любом случае, нам ещё нужен большой купол. Я его, наверное, куда-то вот сюда поставлю. Здесь, видите, какое огромное место. Нужно будет, наверное, его здесь и располагать. Кстати говоря, что у нас по исследованиям... Подождите, это не то. Итак, исследования. Тренинг по эффективной работе. Инженеры и геологи получают 10% к эффективности труда. Марсианское образование. Новая постройка. Марсианский университет. Вот это, кстати, очень нужно. Это реально очень нужно. Но пока, наверное, не особо. А вот генератор стирлинга... Да. А вот генератор-то нам нужнее, мне кажется. Сейчас у нас идёт с аудронами. И потом инженерия в условиях низкой гравитации, которая даёт нам новые купола. Давайте вот так сделаем. Потому что генератор из стирлинга... Это прям очень важно. Самоходный ИИ. ДУ-координатор поставляется с дополнительными штуками и может контролировать плюс 12. Но это нам неинтересно пока. Компактный пассажирский модуль инженерия. Пассажирские ракеты могут привозить на 10 поселенцев больше. Это прекрасно, только очень дорого. Биотехнологии в архитектуре. Одно... Так, а что ты даёшь? Базовые, микро и цилиндрические обладают повышенным уровнем комфортности. Вот это, кстати, надо. Поставим на четвёрочку. Если ничего вкуснее не приедет, оставим так. Давайте-ка я заморочусь по светильникам. Если вы не против, я люблю светильники. А у меня здесь довольно темно. Их, по-моему, даже, кстати, внутрь можно было строить. Вот прожектор. Можно же внутрь его расположить? Можно было бы, но нет. Ладно, тогда засветим Мокси. Вот так вот. А он подключится? Он, по-моему, не подключится. Тогда подожди, не засветим Мокси. Фига у вас тут, ребята, движуха. Решили купол построить как можно скорее, что ли? Так, засветим солнечные панели вот так вот. Допустим, с угла и вниз. Раз. Два. Красиво будет смотреться. Также нам надо подсветить вот этот завод. Правда, ему энергия, по-моему, не нужна. Можно его отсюда светануть. Дальше мы подсветим, конечно же, Мокси с её хранилищем. Вот отсюда можно это сделать. И... акваэкстрактор надо освещать или нет? Тут ещё хрен попадёшь светильником-то в правильное место. Вот надо чё осветить. Моих парней, которые генерят мне энергию вот таким образом. Всё, отлично. Теперь мы будем всё видеть. Чё у вас как работа идёт? 21 из 40, 23 из 30. Мало ресурсов, еда. Ну, я предвидел это. Ждите. На следующий соль, по идее, должны вырасти. Либо можно, кстати, сделать следующее. Сейчас у нас есть расход по еде. Пища 2,180. Потому что у нас куча пищи вот здесь, в гастрономе. Это очень странно. По идее, гастроном должен начинать продавать после того, как она... Ну, где она там? В маленьком космобаре? В кафешке? Они же рационы тут готовят. Запас пищи 9 из 10. Короче, они всю еду растащили по магазинам. Жопы такие. Можно ничего не возить. Да. Если что, я могу, в принципе, в любой момент заказать вот этот шаттл одноразовый. Он привезёт нам еды, и всё будет у нас прекрасно. Вопрос только, отправлять мне сейчас этот маяк или не отправлять? Вот это интересный вопрос. 17 дронов под управлением. Здесь сколько? 4 из 20. То есть... Блин, так у меня не хватит одной ЦУшки, да? Вот это класс. Вот это класс. Окей. Окей. А есть ли у нас какое-то исследование для увеличения ЦУшек? Тут нихрена не дадут. Дроны... А вот это, кстати, надо было бы мне давным-давно уже изучить. А я почему-то забыл про это. Скорость быстрее. Ну ладно. Ладно, с этим мы разберёмся попозже. Сейчас у нас денежки приедут. Можно будет что-то купить. У нас уже будет 2 миллиарда даже больше. Так что пока проблем у нас нет. Было бы ещё неплохо. Вы что, ребят, не строите-то? А, вы построили. Всё, молчу, молчу. А вот эти ресурсы надо будет потом забрать. Сектор сканирован, ресурсов нет. Супер. Да, супер. Ну, не знаю. Ну, давайте скананём, и всё, в принципе. Вот эта область мне не интересна. Здесь, видите, одни скалы. И дальше мы пойдём вниз уже. Да, дальше мы поедем вниз. Так что можно со спокойной душой координатора возвращать домой. Давай, ехай сюда. И мы начнём строительство уже вот здесь, внизу, вышек. И вообще надо бы вниз, кстати, вот сюда, вот в это вот ущелье. Я не знаю, что это такое. Большое марсианское жопа. Вот в эту жопу надо спускаться. А чтобы... Что случилось? А, ну всё. Напугала, тварь. Я уж думал, мой купол без жизнеобеспечения. Так, смотрите, значит, что мы делаем. Сколько ты хочешь? Ты хочешь 0,5, 0,5. У нас производство плюс 1 и минус 1 по воде. Кто-то воду жрёт? А-а-а. 2,6. Один потребление. А здесь 0,5. Кто-то ест воду, и у нас минус 1 почему-то. Расходы 3,1. Добыча 2,6. А ты вроде 3 должен добывать. Не? Добыча воды 2,6. Тут ещё и люди могут работать. Серьёзно? Можно его улучшить. Получает... Если постройка получает достаточно топлива, в случае нехватки топлива, короче, эта хрень начнёт больше производить. О, как интересно. Слушайте, можно выпариватель привезти, конечно же, один. Ну, смотрите, мы поступим следующим образом. Я сделаю водонапорную башню здесь, где у тебя входы. Вижу. Водонапорная башня здесь. И, собственно, нам ещё... По всей видимости, нам потребуется отдельная Мокси, потому что лучше, чтобы у каждого купола была своя. Короче, я хочу сделать следующим образом. Если кто-то хоть каким-то образом знает, как проводятся коммуникации к домам, то есть есть, короче, локальное кольцо, есть глобальное кольцо. Следовательно, я хочу сделать примерно таким же образом. У нас у каждого купола будет своя система жизнеобеспечения, но она также будет соединена в общую, но с задвижкой. И если, короче, какие-то проблемы у нас случаются, мы задвижку открываем и перегоняем либо воду, либо кислород. Мне кажется, так будет поэффективней. Мокси. Цена 4, расход 2. Да, Мокси, Мокси. Короче, сначала давайте бак построим. Бак. Кислородный бак. Вот так вот мы его построим. Где у тебя? Да, все правильно я решил. Даже, наверное, вот так мы тебя построим. Да. Все, он тут подключен. Теперь нам нужна Мокси. Вот таким вот образом. И подключаем все это дело трубопроводом. И вот так. И вот здесь еще надо. Чтобы все везде подключилось. Обалденно. Теперь надо сюда воду, да, отставить. И сделаем мы это следующим образом. Вот отсюда я беру водичку. Даже вот отсюда. Протягиваем ее к трубе. И ставим сюда вентиль. Вот, наверное, даже здесь. А, пока не построился, хрен вам там, да? Ну, все перекрывать я точно не буду. Так что нам нужно отдельный вентиль вот сюда. И, в принципе, купол будет точно подключен к жизнеобеспечению. Черт, как это все интересно, тварь. Не люблю я Марс этот, ребята. В общем, хорошо. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующей части прохождения Марса. Нам нужно еще людишек доставить сюда. А то постройки не работают. Короче, будет интересно. Спасибо за внимание. Это и так будем покусечки. Чики-чики. Чики-чики.